Добрый вечер! У эфиры программа новинный тыдня на телеканале Беларусь 4. У студии працует Наталья Игнатенко. Глядите у выпуску. На Гомельщине подведены выники регистрации кандидатов у депутаты Палаты представников Национального схода Республики Беларусь. За 17 депутатских мест будут смагаться 74 кандидата. Аграры Гомельской области намолотили миллион тонн с Божжа. Сегодня свои профессийные свята означают работники Будовничьей Галины. Православные верники ушановали память про подобные манефы Гомельской. Литургию у свято-петропавловским кафедральным соборы Гомеля означали у митрополит Минске Заславске, патриаршек Зархусея Беларуси Павел. Галунной падеей этого тыдня стала регистрация кандидатов у депутаты Палаты представников Национального схода Республики Беларусь. Нагадаем, что на Гомельщине у округовой комиссии адповедные документы подав 81 человек. Але адповедное посвящение здолили отримать не усе. При этом 62% жадающих отримать депутатский мандат з'являлися членами политичных партой. Прикладнокожный пятый кандидат – Жанчина. На протягу 10 дней на округовой комиссии проводили проверку правильности подаденных документов, после чего кандидаты, у которых не было выявлено порушения, отримали адповедное посвящение. Из 81 претендентов, подавших документы в окружные избирательные комиссии, на заседаниях комиссии было зарегистрировано 74 кандидата в депутаты. Из 51 представителя политических партий мандаты за собой сохранили 46 кандидатов от 9 политических партий. В числе 74 кандидатов 14 женщин. Мы надеемся, что в целом, что предстоящий очень важный динамичный период, который мы все ожидаем с нетерпением, это политическая агитация кандидатов, она будет достаточно интересной, острой и, думаю, продуктивной. Аграры Гомельщины пересягнули рубеж у миллион тонн сбожжа и упевненно рушать до финишу уборочной. В оголе на территории в области она практически завершена. Об этом и иншим больше подробязна. У экономичного глядя Дмитрия Котова. Улику лидера у селетней уборочной – Речицкий район. Он первым на Гомельщине завершил массовую уборку сбожжевых и унес около 10% у хлебный каравай региона. Звыше тысячи тонн сбожжа в области намолотили больше 170 экипажей комбайнеров. У лидерах с поборництва – механизатор ИКСУ по агрокомбинат «Холмич». Два экипажа намолотили амаль 4 тысячи тонн сбожжа. Сгодно с запошными лижбами Гомельская в область селета один на Украине, перевышая летошний показчик урожайности. Средняя урожайность по области составляет 31,4 центра с гектара. Это выше уровня прошлого года, более чем на 6%. В ближайшие дни мы планируем завершить уборочную кампанию и иметь не менее миллион 100 тысяч тонн зерна. До того же на минулом тыдне у областного центра отбылось посяжение Гомельского гарвы Канкама, подчас якого обмерковывалось питание подрыхтовки до работы у осенне-зимовый период. На усих теплокрыницах областного центра створены необходные запасы резервового палева у колькости амаль 3 тысячи тонн. Регистрация пашпорта у готовности этих объектов ожитявляется у ответственности с графиком Держэнергонадзора. Особливая увага надается и подрыхтовцы жилевого фонду, який складая каля 2 тысяч жилых домов, что продуглеживая выканание ремонту инженерного обсталявания, тепловых пунктов, водоповышальных установок и иншага. Зараз гэты работы практически завершены. Пашпорты готовности у Гомеля отрымали каля 60% с пожилцов тепловой энергии. У целым запланованные мероприемства по подрыхтовцы до работы у осенне-зимовый период и делу отповедности с усталяванным планом, опереживающие летошние показчики. Зараз усе структуры областного центра заденешены над ликвидацией проблемных пытаний. Капашпорты готовности теплокрыниц из пожилцов тепловой энергии были отрыманы уагульно отведенный термин. По информации Гомельская областной УКС, работы по подключению теплоснабжения планируется выполнить до 1-го, 10-го 2016-го года. При этом в соответствии с решением, как же областная 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 потребитель тепловой энергии паспорта должны получить до 1-го сентября. Дмитрий Котов, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня в Беларуси означается «День будовникам». С этой нагоды на протягу тыдня у Гомельской области проходили урочистые мероприемства, веншевальные концерты для работников Галины, с ручением узнагород лепшим з их и ушанованием будовников-ветеранов. Об досягнениях и перспективах будовничьей Галины в нашем регионе Ганне Ковалевой рассказала наместник старшинник комитета, начальник управления архитектуры и города будовництва, головный архитектор Гомельской области Светлана Кухацкаволец. Светлана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Первым делом хочу вас поздравить с праздником, пожелать вам крепкого, можно сказать, цементного здоровья, конечно же, благополучия, успеха во всех ваших делах и начинаниях. Большое спасибо за поздравление. Светлана Николаевна, ну, раз уже у нас сегодня повод, такой День строителя, конечно, интересно узнать, что сегодня собой представляет строительная сфера Гомельской области. Строительная отрасль в Гомельской области на сегодняшний день насчитывает 47 тысяч человек. Это достаточно большой такой процент занятости населения. Это почти более 10%. Мы занимаем лидирующее место по показателю чистой прибыли и рентабельности строительства. Мы на сегодняшний день занимаем первое место по воду жилья. Мы добились больших успехов в части сокращения убыточности предприятий. То есть это заслуга, конечно, руководителей строительной отрасли. Светлана Николаевна, ну, расскажите, вот как в ближайшем будущем будет меняться облик областного центра? Конечно, в том году мы построили очень красивую набережную, которая наша достопримечательность нашего города. Сегодня, конечно, архитекторы думают над тем, как ее насытить интересными для горожан объектами. Это тема, которая, в общем-то, не безразлична ни для кого. Ни для нас, специалистов, ни для наших людей. Поэтому мы сейчас планируем провести какие-то конкурсы, чтобы можно было что-то такое интересное привнести и обустроить одну из изюминок нашего города. Конечно же, у нас такой значимый объект, который на слуху у всех – это реконструкция детской областной больницы. И я думаю, это будет очень достойный, красивый объект города. Также у нас появится ряд новых культовых сооружений. Это православная церковь в районе Туббольницы и католический костел при въезде на Реческое шоссе со стороны города Бреста. Кроме того, у нас проводятся в городе и будут проводиться работы по благоустройству, по реконструкции улиц, дорог, площадей с насыщением фонтанов, цветочных композиций. Это все принесет в город какую-то необыкновенную городскую красивую среду. Так что город со временем будет один из самых красивых. Я хочу сказать, что в том году у нас проводился республиканский конкурс, и город Гомель стал победителем среди всех областных центров. Светлана Николаевна, но вот строительство костела в областном центре, насколько я знаю, это решение было принято не так давно, верно? Совершенно верно. Этот объект достаточно такой, ну, как бы интересный по своей архитектуре, по готической архитектуре. То есть у нас еще в городе такого объекта нет. И, конечно, мы все думали над тем, как бы его так привязать, чтобы он смотрелся, чтобы он как-то был акцентным объектом. И поэтому шли многие дискуссионные вопросы в части выбора площадки, композиции и посадки данного объекта. Светлана Николаевна, ну, хотя бы в двух словах расскажите нам. Я думаю, многим уже интересно, как же будет выглядеть костел. Дело в том, что готика – это, в общем-то, такая архитектура, которая с минимальной вычурностью, но такая возвышенная, устремленная в небеса. Светлана Николаевна, кроме костела, кроме областной детской больницы, которая сейчас реконструируется, какие объекты, кроме этих и других, которые вы перечислили, сейчас возводятся в Гомельской области? В Гомельской области реализуется ряд инвестиционных проектов. Это прежде всего Светлогорский ЦКК, это Добружская бумажная фабрика, это завод по добыче и производству калийных удобрений в Петриковском районе. Также строительство щебеночного завода в Леческом районе. Конечно же, у нас большое внимание уделяется подготовке к Дню Белорусской письменности, который в этом году будет проходить в городе Рогачев. Это, естественно, город будет преобразован. То есть у нас по-другому заиграет городская среда. У нас станут широкими красивыми улицы, великолепными парки, скверы, появятся детские игровые комплексы, благоустроится стадион. Город, конечно, преобразуется и станет одним из красивейших городов Гомельской области. Светлана Николаевна, ну вот здорово, все вместе будем ждать День Песменности. Ну а мне остается только поблагодарить вас за то, что нашли для нас время и ответили на наши вопросы. Спасибо вам большое. Я бы, в свою очередь, хотела еще тоже поздравить от себя всех строителей Гомельской области. Пожелать всем крепкого здоровья, успехов, праздничного настроения и творческих успехов. Православные верники на доходящем тыдне ушановали память про подобные манефы Гомельской. У белорусских храмах отбылись и святочные набоженствы. Литургии у свято-петропауловским кафедральным соборы Гомеля узначали у митрополит Минский Заславский, патриарша экзарху сяя Беларуси Павел. А у Лоеве молодежный международный отрат проводил раскопки на место старожитного городища. Сюрод волонтеров – представники России, Японии, Франции, Германии, Испании по дню в Африканской республике. Под рабязностью в нашем культурном огляде. 15 архиереев с Беларуси, России и Украины съехались у Гомель, ка поддать данину памяти гомельской святой манефе. Проподобная заявляется ярким прикладом для переймания частиней святости и справедливости. Бо при житии она была посредницей помеж усявышним и человеком. Празъя ехворым подавалось здоровье бедным с утешение, а тем, хто смутку и радость. Дякуючи ее молитвам, многие вернулись на шлях в ротованье. Манефа народилась под Гомелем в 1918 году. За свое святое и праведное життё в 2006 году она была приличена до святых. Мощи манефы гомельской заховываются у свято-петропавловским соборы Гомеля. Сегодня мы пришли почтить память святой преподобной манефы гомельской. Десятилетие исполнилось с того момента, когда она была причислена к лику святых. Пока еще местно чтимых. Но вот то, что сегодня собралось большое количество архипастерей из Белоруссии, из России, из Украины, это свидетельствует о том, что почитают преподобную манефу гомельскую не только у нас в Гомеле, не только в Белоруссии, но и в России, в Украине. Вот это очень яркое свидетельство всеобщего почитания. Будем надеяться, что придет время, когда она будет причислена к лику всех православных святых для всеобщего почитания. Часткой визиты митрополита у Гомель стало так само открытием мемориального покоя, присвеченного памяти архиепископа Аристарха. И отбылось это укрептие христильного храма. Таким чином последовники выказали удяшность незабывному пастору за все тое, что он зарабил для гомельской епархии у целым, особливо у годы коммунистичных гонений. А у Лоеви молодежный международный отрат проводил раскопки на месте старожитного городища. Сяродьях у организаторов – Белорусская лига доброохвотной працы молоди, немецкая организация по захованию спадшины, Институт истории и национальной академии навук, Лоевский райвыконкам. В археологическом смысле было известно, что здесь есть отложения времен Древней Руси, но не было известно ни их распространение, ни их мощность, ни их характер, что мы пытаемся выяснить уже второй год, благодаря широкомасштабным раскопкам, которые были начаты прошлой осенью. Усё знойденное подчас раскопок будет передадено у Институт истории и национальной академии навук, где экспонатами займутся в учёные. Кажут, что по решетках того же посуду можно будет навод установить прикладную колькость тагочасного насильництва. Лоевские краизнавцы увогули вельми спадяются, что раскопки допомогутся написать новые сторонки мясцовой истории. Первый вспомин об Лоеве у письмовых краицах относятся до 1505 года, але поселеща тут и с навалой раней. Это сёння Лоев – городский посёлок, а в том же 16-м стагодии он одним из первых на территории сучасной Гомельщины отрымал Магдебургское право, что свечило об его статусе як буйного центра вытворчасти и грошова товарного обмену. Среди Гомельской области Лоев – один из первых городов, получивший это право. Позднее получил Мозырь, а ещё более позднее время получил город Гомель. У Центральной городской библиотеки имя Герцина отбылось открытие выставы пейзажа Карпат у объективе Валентина Колесникова. Экспозиция выник в фото вандровке аутера, и она уявляет собой 26 смолеоничных творов. Карпаты зауседы были предметом захопления для поэтов, мостаков и фотографов. Не дивно, что Валентин Колесник так само не застался обыяковым до мясовых краевидов. Карпаты – это просто незабываемая страна, незабываемая. Притом, что это рядом с нами, это наша. Это наша славянская ось. Не надо куда-то ходить в Европу или куда-то ещё далеко. Там неописуемые пейзажи, притом они почти нетронутые. Валентин Колесник затекая у себя фотографией, я шел в юнастве. Али сумершать працу и свое хобби не отрымливалася. С серьезным захоплением фотография стала только 15 годов тому. После того, как почау дельничать у коллективных выставах фотоклуба «Святло души», аутер задумался о персональных проектах. Сёняшняя экспозиция – это послание доглядача. Не треба бояться гор. Это может быть поворотной кропкой у житти. Крыницей натхнения для аутера стали не только горы, но и те природные разностаенности, которые их окружают. Лесные стежки, реки и горные вёски. Контраст холодных и теплых горных пейзажей, минавито это с получением притягивает увагу. Дмитрий Котов, Александр Лупиненко, телерадио-компания «Гомель». Сёня 15-ти годзе с дня своего заснования значила радиостанция «Гомель-ФМ». До знаковой даты был подрихтованный святочный эфир, який протягывался с самой ранницы и до вечера. Ведучие узгадывали историю развития радиостанции и, как заусёды даровали усім слухачам приемный настрой. Настасия Кучинская с подробностями. 15-ти годзе, 14-го жнивня, у «Гомель» восьг этой студии на Пушкина-8 вышла в эфир первая региональная музычно-забавляльная радиостанция «Экспресс». Она назначалась особливой душевностью и интерактивностью и была настолько популярной, что имела новоцвой фан-клуб. Мы вообще подстраивались под слушательскую аудиторию, под то, что ей интересно, и музыка была соответствующая. Вообще музыка была разная, разнообразная, я бы так её назвала. Но слушатели нас очень любили. Действительно, был очень большой фан-клуб. И приезжали к нам даже сюда, на Пушкина-8. Привозили нам подарки и еду. Вот запомнила я почему-то этот момент. Было очень много таких народных акций. Прикладно про 7-го года у команды «Экспресса» отшула необходность коренных измен. Новому часу потребна была иншая радия. И первого костричника 2008-го радиостанция заявилась на раннейшей хвале 101.3 под брендом «Гомель-ФМ». Добрый день. Здравствуйте. И она стала больше модной и динамичной, с вызначенным форматом и поглядом на житё. Такой она застаётся и зараз. С днём рождения! 15 лет сегодня исполняется радиостанция «Гомель-ФМ». Отмечаем эту серьёзную, на мой взгляд, дату. Воскресенье, 14 августа. Вместе обсуждаем, вместе вспоминаем, как всё начиналось. Вспоминаем самые курьёзные случаи здесь и сейчас. У 2012-м великие опыты, постоянный творческий пошук дозволили добра зладженному коллективу ажитявить новый проект. На уже иснуючей базе выросла радия «Гомель-Плюс». И оно, до рычи, у многим подобное на колешний экспресс. Гэта станция для тех, кто добра памятная песни 90-х и нулявых, для тех, кому важная душевность и интерактивность. Прошло 15 лет, и мы можем уже, оглядываясь назад, смотреть вперёд. Получается, как? У нас есть радиостанция «Гомель-ФМ», радиостанция «Гомель-Плюс». Аудитория может нас свободно слушать в интернете, свободно слушать в эфире. И теперь мы работаем на ту динамичную аудиторию, которой интересно узнать новости региона, популярные тенденции, услышать интеллектуальных разноплановых ведущих и получить удовольствие от самого эфира. Настасья Кучинская, Валера Игапанько, телерадиокомпания «Гомель». Рон Атыдзин застался до закончения олимпийских гульня у Рыя-Де-Жанейра. Однако гэта 7 дён будут вельми насыченными, особливо на выступлении спортсменов с Гомельской в области. Протягнем Максим Савин. Головные медальные надеи у нас связаны с ранучшей командой по весловании на Байдарках. У ЕС кладит шатыры представницы нашего региона. Марина Литвинчук, Вольга Худенко, Надея Лепяшко и Маргарита Махнева. С паворництвы для наших девчат пачнуться у понеделок. Так само за медали будут змагаться наши борцы и легкоатлеты. У чемпионате Беларуси по футболе у Высшей Лизе Мазырская Славя проведе гульню 19-го тура. 19-го жнивня подначаленные Юра Пунтуса на своем поле будут примать столичных Крумкачоу. У первой Лизе отбудутся гульни 15-го тура. 20-го жнивня Светлагорский Химик чакая у гостей столичный промень. А Гомель Чагун Транс згуляе у Минску с зоркой БДУ. 21-го жнивня у областным центра отбудется центральный матч Круга. Гомель будет примать Могилевский Днепр. Максим Савин, телерадио-компания Гомель. Поважаные глядачи, с 16-го жнивня на телеканале «Беларусь-3» с 19 до 21 глядзите перадвыборные выступления кандидатов у депутаты Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь 6-го скликанья. А с 24-го жнивня вы зможете почуть выступления кандидатов у эфиры Радою Гомель-ФМ на хвалях 101.3 с 7 до 8.1 ранецы. Час вызначены у вынику жарабьевки. Их это была пошня информация о выпуске. У студии для вас працевала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жидаем вам доброго вечера. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин